Опять возвращаемся к теории стоимости. Что-то совсем там много чего непонятного. Это предлагаю я обсудить. Значит так, как всегда, ближе нам и роднее всего первая глава из Капитала Макса, который говорит, что подобно как у гель и куска железа есть масса, монетно присущая величина, так и у предмета есть стоимость. На этом, в частности, основан наш знаменитый социализм. Почему? Потому что у каждого предмета есть его настоящая цена. У телевизора, у пульта, у аквариума. Это то, сколько рабочий потратил времени для того, чтобы производить. Они это дело могут... Только не цена, а стоимость. Стоимость, да. Цена на рынке, как я понимаю, цена может прибавить. Стоимость. И мы можем это дело посчитать, напросто. И никакой нам рынок в качестве посредника не нужен. И никакой капиталист, который со всего этого пытается заработать денег... Ну посчитать реально мы не можем, но теоретически как мы можем предположить, в норму часа можно посчитать. Ты далекие выводы делаешь. Почему нам не нужен капиталист? Почему нам нужен рынок? Посчитать мы никак не можем. Вот именно из этой первой главы следует. И не следует. Почему? Ну потому что все же к этому не сводится. Ну, подожди, у товара есть... Из того, что у товара есть стоимость, из этого совсем не следует... Ну подожди. Нуудто, давайте... Ой, давайте начнем с того, что действительно у товара есть какое свойство, как стоимость. Ну, верим, есть масса, у стола есть масса. Тебе нужен рынок, чтобы узнать, что... Весы нужны. Почему вы? Весы нужны. Весы нужны, а рынками... Также рынок является весомняемым. 합니다 а он распространяется футбольская часы работы мастера. Александр, пожалуйста. Покажи, что ты уже испорчен после марсовского периода, последними двадцатью годами. С точки зрения рабочего стоимости, что труд рабочего, директора, что труд уборщицы, труд какого-то другого человека, камерщика, он имеет один и тот же квадрат. Но это не правда. Но есть понятие интенсивности. То есть один человек может на станке интенсивно работать, другой человек может баклуши бить, перекуры делать по полчаса и так далее. И тем не менее, если среднее время среднего рабочего есть, у тебя директор получает больше... Это средняя температура по больнице? Нет, есть такое у него понятие. У них есть такое понятие. У них такое понятие и есть, но понятие безубесно. И он объясняет, его долго разжевывает на протяжении сотен страниц. Но норма до сих пор осталась на производстве. Капитализм никак с этим не спорит. Норма часа... Норма часа по-прежнему производительная. Часто стоимость продукции измеряется в норма часа. Ты к этому сводишь. Уходило, что норма часов, иногда норма часа выглядит очень дорого с точки зрения... Я спрашиваю, что это у вас такой норма часа. А мы туда его загнали вообще, говорит, всю нашу стоимость. Норма у нас сейчас столько должно быть. Вот такой у нас норма часа получается. Поэтому, чтобы, например, тебе взять и измерить, сколько весит стол, тебе не нужен никакой рынок, а тебе нужны весы. Точно так же ты можешь померить время при помощи просто-напросто секундомера. И на этом смысле ты будешь понимать, сколько стоит такая вещь. То есть, если человек просто сидит на стульчике и тратит время, он уже как бы тоже... Именно производительный труд. У него есть такое важное понятие у Макса, как производительный труд. Когда ты на стульчике сидишь, никак не производительным трудом ты не занимаешься. Ну почему? Охранник сидит, это ухода как бы... Вот. Он почему-то что-то зарабатывает. Он занимается производительным трудом. Каким производительным трудом он занимается? Самым, что именно есть, сидит и охраняет. Ну, обеспечивает. И директор, который где-то там сидит, тоже является позитивным плодом колдовщик, который считает... Мне кажется, здесь происходит профанация, потому что мерить труд временем – это профанация. Почему? Потому что рабочим временем – это просто профанация. Мерить трудом понятно. Труд бывает разным. Бывают и более интенсивные, и менее интенсивные. Бывает человек высококвалифицированный, бывает человек низкоквалифицированный. Труд имеет сам по себе некое качество, а его стоимость зависит от качества. Почему-то хорошему работнику платят больше, если он на пенсии не работает – платят больше, и так далее. А плохому работнику платят меньше. И если его труд неквалифицированный, то он тоже, соответственно, понижается. В Советском Союзе, допустим, квалифицированном хотели одинаково. Про историю мы и говорим. До Никита Сергеевича. Всегда были разряды. Разряды были, да. Давайте историю оставим. Мы занимаемся философией, а не историей. Неважно, как это высказывается. Дайте ему высказаться. Вы перебили, и все. Получается, что нечем обсуждать. Что такое семинар? Знаете, что такое семинар? Ну, как бы он сказал пять предложений. Ну, не что такое семинар. Семинар – это означает, что мы ведем дискуссию, а не слушаем. Вам надо на лекцию идти. Есть лекция, когда лектор читает, а есть семинар, когда люди обсуждают. Ну, а что обсуждать пять предложений? Ну, если помолчите, то мы будем дальше обсуждать. Если вы помолчите. Всегда на семинаре выслушиваются какие-то доводы, а не просто было так, было ся. Я предлагаю хотя бы 15 минут выслушать. С точки зрения марксистской теории стоимости, есть некая понятная производительного труда. Что когда ты просто сидишь за стульчиком… Почему оно временем-то измеряется? А чем еще? Именно временем. Вот это и странно. Тем не менее, Марс, как раз, здесь полагает, что он сделал это в важнейшее открытие. Подобно тому, как масса измеряется в килограммах, у него оказывается, что рабочий труд измеряется временем. Ну, человек тратит свою жизнь. Эквивалент, фактически, даже не время, а жизнь. Еще раз говорю, интенсивность жизни есть разная. Интенсивность разная есть. Качество насыщенности есть разное. Человек вкладывает в свою квалификацию время. Опять же вкладывает время. Подожди, он учится в университетах, он думает над учебниками корпеи. Он уже время вкладывает в свою квалификацию. И значит его время, когда он уже будет отдавать в труде, оно уже стоит дороже. Хотя то же самое время, что мысли… Подожди, в смысле физическое время – то же самое время. Что ты подожди так говоришь? Ну, но в смысле человечесского времени человеческое время, оно интенсивнее у него поэтому директора, технического всякого рода инженеры, получают, должны больше потому что интенсивность их времени она больше Это мелко буржуазная теория с точки зрения марксизма α腐τιмого не Grass� coloca Да, конечно. Почему? С точки зрения марсетного ленизма он же нормальный говорит. Мелко-глужазная теория действительно. Это не мелко-глужазная теория. Дело не в этом. Дело состоит в том, что странно мерить труд только временем. Это странно. Это просто общий средний времен. Очень удобный. Индействительно. Если он неправильный, это все равно, что там, не знаю, какие килограммы мерить там, не знаю, что там, сантиметрами. Это из этого разряда. Вот, допустим, у нас квадратный брусок. И действительно мы можем отрезать, замерить один раз, сколько будет квадратный брусок весит килограмм. И говорить, что и мерить сантиметрами. Но вдруг оказывается, что брусок стал не квадратный, допустим, а там, не знаю, это сечение этого в видеокружности. Его уже так не можем просто отрезать. Нам опять надо калибровать. Так же и здесь. Понимаешь, например, на одном каком-нибудь производстве мы можем прокалибровать эту интенсивность труда на одном производстве и действительно измерять его временем. Но мы не можем распространить это на все производства. Вот ты это сказал чем? И на все специалисты. Но ты с марсистской теорией стоимости не согласен. Да, просто вы неправильно ее излагаете, по-моему. Почему неправильно? Вы правильно ее излагаем. Ну хорошо, давайте посчитаем гипотетически, что вы правы. И будем продолжать дальше. Да, марсистская теория стоимости вот такова она. Что он полагается, что в основании стоимости любого предмета, то есть он открыл таким образом миновой стоимости, лежит средне-затрачный труд. Средне-затрачный производительный труд. Вот такая вот эта идея. Причем в этот труд входит труд уборщицы, охранника, охранника, директора и капиталиста. Безусловно, туда входит труд и директор, когда он учился и так далее. Но это не потому, что его труд интенсивнее, а потому, что он потратил вот это время и получился. Это средняя температура в больнице. Допустим, это так. Допустим, Маркс именно так понимает. А средняя, это и есть у средней. Вот у тебя точно так же. У него это понятие стоимости очень и очень важно. Потому что есть стол, есть диван, есть еще что-либо еще. И всему ему присуща некая монетная влечина, их масса. Точно так же у тебя есть стол, диван. Ему присуща некая, я считаю, монетная влечина, которая является стоимостью вещи. С монетной влечиной я согласен. С монетной влечиной. Измеряется она немножко по-другому. Вот. Это вот такая интересная вещь на нас состоит. И эту концепцию марсовскую я многократным образом атаковал. Каким образом я ее атаковал? Я всегда говорю, что теперь мы это физики очень хорошо знаем, что все выглядит совершенно образом не так. Что стоимость – это значительно более сложный объект, хотя в основании его, конечно, лежит среднее рабочее время. Как предлагается это рассматривать с точки зрения теории наблюдения? Ну, в самом деле, у нас есть некие наблюдаемые, то есть те влечины, которые мы наблюдаем. Но как мы можем получить некую численную величину, которая им соответствует? Только тем, что мы их измеряем, находясь в неком состоянии. Вот я нахожусь в неком состоянии. Таким образом, я предлагаю вернуться к вопросу об этом, вводя декартовские терминологии. То есть я буду все время говорить, буду писать, вот да, о некой величине а, можно даже со звездочки, это будет моя наблюдаемая. И буду говорить, что это наблюдаемое наблюдается в неком состоянии, например, в состоянии 1. Вот это декартовские кавычки знаменитые. Когда я хочу получить некое числовое значение, это я буду писать вот так. Например, 1, а не пишет. Тоже не пишет. Сейчас, может, это запишет. Вот, пишет. Видно? Да. Давай повернем, мелом будешь писать. Да ладно, так вот. Нормально, да? Значит, смотрите, господа, Марс был давно, Рекордос Адама Смита еще более раньше, и для них подобного рода рассуждение о том, что предметы имеют имманентные, присущие некоторые характеристики числовые, являлось естественно. Для нас сейчас мы понимаем ограниченность подобного рода представлений. Вот. Это так. Но, в самом деле, вот простейший вам пример из физики. Известно, что электрон... То есть массу он не имеет? Электрон имеет, так называемую, влеченную спину. Да? Спина, это как бы орбитальный момент, если вы представите. Электрон формы шарика, то это шарик, который будет вращаться, вот некоторые оси, и спин туда по нему направлен, да? Вот. Это вот такова как бы представление. Ну, но с самого начала оно неправильное. Почему? Потому что этот шарик очень маленький, чтобы нам рассчитать спинку, с которой он вращается, нужно принять то, что этот шарик вращается далеко со сверху и того скоростью. Многократное превосходящее. Вот. Ну, не в этом здесь самое интересное. В приложении к экономике и ко всей измерению является факт. А в том, что, например, существовала такая Копенгагенская школа. она говорит следующим образом. Да, у этого предмета, то есть у электрона, есть неконечная, то есть спин, да? Ну, оказывается, что, когда этот электрон летит, мы можем его померить, но наш пример измерения обязательно вносит в него некую погрешницу. Вот. Эту самую погрешность он в него вносит, и поэтому мы измеряем совсем не спин электрона, то есть не массу этого дивана, а измеряем как бы некую комбинацию между спином электрона и нашим измерительным прибором. Но, тем не менее, спин электрона, как и его свойства, есть? Я продолжаю. Теперь, после того, как появились неравенства Белла, мы понимаем, что и такая с точки зрения она совершенно неверна. Смотрите, что удалось показать Беллу? Беллу удалось при помощи определенного вонса неравенства показать. А можно ли говорить о спине электрона куда-то направленном до того, как он преодолел с каким-то прибором? Ответ из неравенства, который можно померить измеряем неравенства Белла? Получается, что нельзя. Получается, что никогда, что у спины электрона есть, а куда он направлен, сказать нельзя. То есть специфика квантовой механики, она сказывается здесь в том, что и копенгагенская интерпретация оказалась не точной. Ведь копенгагенская интерпретация тоже предполагает, что у тебя есть электронное какое-то направление спина, но это направление спины изменяется в процессе измерения. Спин-то сам есть свойство такое, как спин? Да, но куда он направлен, неизвестно. Но это неизвестно, потому что это микромир, а так-то вообще само свойство это есть? Само по себе. Так же у товара аналогичность, но стоимость, но какова она? Спина, так вот не то, что он микромир, а просто у тебя не сказано. То есть ты вообще принципиально не можешь сказать, что у него есть куда-то направление, хоть какое-то. Ну то же как мы о нем можем узнать? Только измерим. Да, никак, никак. Это фундаментальный факт. То есть ситуация здесь очень похожа на ситуацию, связанную с товаром. С товаром тоже некоторые люди говорят, что у него есть некоторая имманентная присущая стоимость, которую мы узнаем в процессе измерения. На рынке? Да, на рынке. Но спрашивается, а как так там? Только на рынке мы узнаем его цену. Да, мы узнаем его цену и тем самым узнаем стоимость его. Цена может быть ниже стоимости, выше стоимости. Хорошо. И в экономике тогда тоже получается, тоже есть представители, скажем так, капельгарной школы, если можно сказать, не говорят, что вот рынок, это такой прибор, он так устроен, что мы определяем не стоимость, а его цену. Вот. И эта цена может быть либо дешевле его себестоимости, то есть стоимости, либо дороже. В этом смысле они опять будут некие сущности, которые до измерения рынка уже существуют. Тем не менее, скорее… По-другому же можно себестоимость измерить. Как? Но есть входящие затраты, да? Да. Посчитать все входящие затраты, разделить на количество товара, произведенного в результате этих затрат, и будет тебе себестоимость. Она вообще не зависит, как она. Да, да, да. Время, как ты будешь конкретного человека. Да не надо времени какую конкретно. В виде зарплаты, в виде зарплаты. Я хочу, это тоже… Нет, есть среднерыночная зарплата определенного рода там. То есть это получается тоже… Квалификация мастера. Точно та же ситуация, что у стола, стула есть некая иммунитно присущая им стоимость, стоимость производства, да, скажем. Ну все без стоимость, скажем. Да. И стоимость производства такой же, как есть у этого же стола, стула, есть у него внутренняя ситуация такая, как масса. Да, именно так. Вот. Я же занимаю такую прямо противоположную позицию. Скажем, так это классическая водка. Есть классическая представительность? Да, это классическая. Я занимаюсь совершенно другую позицию. Я полагаю, что стоимость – это единственная известная мне макроскопическая величина, которая ведет себя таким же образом, как спин электрона, но после уже появления неравенцитбала. Вот что дело. А как люди бы тогда могли планировать свой труд, могли бы там заниматься производством, если бы они не могли заранее рассчитать его прибыль. Так они и рассчитывают, и рассчитывают, и занимаются. Ну нет, прибыль. Но чтобы рассчитать прибыль, надо знать стоимость, да? Да, они спокойно, они этим занимаются и рассчитывают. Так правильно. Значит, она есть до всякого рода рынка, до всякого рода измерения. То есть уже есть некоторого рода расчет того, какая будет себестоимость, какая будет стоимость. Значит, на это никакого отношения не имеет все-таки к неклассическому представлению. Можно примерно посчитать. Ну, правильно. Ну, получается, значит, все-таки не классические представления, а именно квантово-механические, здесь не применимы, вроде бы? Ну, просто надо представить от тычки, от сущности, а не от расчета себестоимости. Нет, я просто как раз включу от практики. Вот в практике. Да. Никаких проблем не возникает с расчетом себестоимости товара. Там любой человек, но всякого рынка может определить его. Просто там, наверное, я, правда, не знаю, насколько точно. Наверное, у Маркса производительным трудом понимается только тот труд, который производит реальные товары. Да. А все там менеджеры, директора, управленцы, ученые, там, и так далее, их, наверное, нельзя относить к производительным трудом. Ну, вот, классический пример подобного производства. Разные регионы, как ты любишь говорить, понимаешь? И там не посчитать, ну, как посчитать, когда академик откроет, сколько времени потребуется, чтобы открыть Но, тем не менее, я не вижу никакой сложности, как это посчитать. Есть, на самом деле, труд тоже определенного рода товар. Он сколько на рынке стоит. Ты просто рассчитываешь, сколько тебе будет затрат стоить производство определенного рода товара, с учетом просто стоимости такого товара, как труд. И все, и у тебя есть себестоимость. Тебе не надо все вот эти экономические теории. Смотри, нет, и что получается таким образом? Я знаю, сколько этот продукт будет стоить на рынке, я пытаюсь его рассчитать, его себестоимость. Я взял его рассчитал, вижу, что себестоимость, которую мы имеем в виду в производстве, она будет дешевле его стоимости, так называемой. И тогда я занимаюсь этим обводом производства. Вкладываю деньги, беру в банк. Или ты просто видишь, что на рынке цена, ты опять хочешь получить разницу между ценой его на рынке и себестоимостью его. И вот эта себестоимость иногда в определенном смысл рассчитывается очень плохо. Например, есть и известный художник, который вывел на рынок принципиально новый товар, именно художественно оформленный на себе фекалии в баночке. На сегодняшний день эти фекальные баночки стоят сто пятьдесят тысяч долларов за баночку. Тут самое важное – это создать визы перепроизводства. Я не думаю, что здесь… Есть специфические товары, конечно же, есть всегда специфические товары. Уникальные товары, есть произведения искусства и прочее, но на эти товары и цена, поскольку нет устоявшейся цены, она как-то непонятно прыгает, непонятно от чего. Но это уникально, исходя из анализа уникальных товаров, делать вывод о серийных товарах. И вот мы пытаемся… Там тоже в конце концов был серийный товар, он выпустил свою продукцию серийный. Ну я вот еще раз хочу сказать, я считаю, что по эквиваленту стоимости товара как труд можно только применять к такому механическому труду. Только к этому. Там действительно все можно поверить временем, а все остальное, все где-то начинается творчество, там уже нельзя. Ты просто иначе высказываешь то, что я говорю, что труд имеет разную интенсивность и измерять его единым временем каким-то средним невозможно. Это как средняя температура по больнице, в буквальном смысле. Ну вот, по крайней мере, вот эту мы позицию запомнили, что у нас, что есть классическое представление, что, например, продукты всевозможные, продукты производства обладают некой внутренней присущей им монетной величины. Это их стоимость. Это классическое представление. А ты предлагаешь не классическое. Я предлагаю не классическое. Оно состоит, что они подобного рода вещью не обладают. Точнее, не обладают, но как-то совершенно иначе. То есть, есть... Нет, ты представляешь так, что они обладают этим свойством, но обнаруживаются только в процессе рыночного обмена. Да. Ну, не совсем даже так, но вот примерно вот так, да. Бывает, да. Но при этом она в этот самый момент, как вот этот спин электрона, она буквально возникает. именно в этот момент и возникает. Подожди, может быть, спин же не возникнет? Его направление возникает. Его численная величина. Стоимость есть, как таковая, но ее численная величина неизвожу. Из того, что спин возникает, мы узнаем направление challenging по сути и практически в пространстве не определено. Вот именно, оно никак в пространстве не приняло. Как же это так? Твердо сказать, что когда у тебя летит электрон, никуда он не направлен. Принципиально, следствие не раз было. Вот так уже дело устроено. Не в том смысле, что у тебя летит электрон, у него есть какое-то направление, но для того, чтобы мы его узнали, мы должны его померить. А вот именно в том, что в этот момент ты просто принципиально не можешь говорить о каком-то его направлении. Принципиально. Это вообще интересно. Можно было бы мерить временем в том случае, если бы когда человек рождался, сам факт его рождения был бы основанием, что он как бы имеет уже некий капитал. Да. А потом в течение себе времени. А потом это время он складывает во что-то, и получает за это время. Такой человек может тратить время на образование, и тем самым будущее свое время в труде уже интенсифицировать. То есть его время в труде уже будет дороже, чем время того человека, который не образован. Потому что он может свое время вкладывать в будущее время. То есть его будущее время, после того времени, когда он свое время интенсифицирует образованием, оно будет стоить дороже, чем время другого человека, который этого не сделал, а не получил образование. И это естественно. Только время тут разное. У разных людей разное время. Почему вы решили, что время объективное, и для всех людей одинаково? Время, вот это время, которое у человека вкладывает труд, оно зависит, на самом деле, от системы отчета у одного человека. Это время более интенсивное, чем у другого. Ну ладно, поехали дальше, да? Ну еще получается, на меня времени-то имеете? Нет, времени можно, но в другом. Во времена Макс, когда он писал свой капитал, там большинство населения занято было механическим трудом. Это всем как бы очень импонировало. Но сейчас как бы пост такой, постиндустриальный такой эпох, уже как бы. А если услуги взять, то там вообще как бы совсем по-другому все. Ну поехали, поехали дальше. К этому прям пойдем. А учитель, да? А врач там? Да, да. Ну и к этому, к этому делу... То есть один врач, который больше знает, это и более квалифицирован. Или другой врач, который меньше знает. Ну вы понимаете, что и Макс тоже такие вещи понимал. У него есть рассуждение, где-то в Эдинбурге, по-моему, о каменщиках. То, что каменщики, поскольку это работа требующая большого физического труда, получают за свое обучение больше, чем квалифицированные рабочие на каком-то там предыдущем. У него есть такого рода рассуждения. Вот. Ну вот, о чем я хочу сказать дальше. Что у нас стоимость, она выступает как некое величинальное, как некое наблюдаемое. Понять, сколько она стоимости, можно только в процессе наблюдения. Я не уверен, что это рынок. То есть ты должен взять и померить в каком-то состоянии. Это что означает? Что я пишу, что у меня есть некий оператор. А. Это вот, например, это некая наблюдаемая, например, стоимость стола. И b, например, это у вас наблюдаемая стоимость стула. Да? b. Теперь я хочу сказать, чему они равны, получить численное значение в данном состоянии. Я беру, например, себя, и обозначаю себя циферкой 1. Вот такие скобочки. Теперь я хочу посчитать, чего она стоит. Беру здесь вторую скобочку и говорю, что она будет некая численная величина а. Вот захочу я узнать, сколько стул стоит для второго человека. Вот для второго человека я взял, и этот стул вот таким образом посчитал. То есть каждый человек является состоянием? Да, да. С каждым человеком связано с восстательным состоянием. То есть ты не можешь говорить о том, что у тебя есть объективная характеристика стола как стола, а ты ему всякий раз и вычисляешь на определенного рода состояние. Для Вали стол стоит меньше рабочего времени, чем для меня. А понятие того, что на рынке есть прайс-листы, это что такое? Да. Сейчас определим, откуда появился прайс-лист. Вот. Потом, ворота, обстоятельства дела закладывает возможность обмена. Почему она закладывает обменность? Да потому что, оказывается, что для одного человека стол стоит, например, два стола, а для другого наоборот. И тогда им становится выгодным меняться. Понятно? То есть ты архаичные представления о экономике, натуральный обмен пока еще? Ну, вот так, да. Потому что, если просто более высокие уровни брать, то там вот таких вот натуральных обменов не нужно. И спутаться в них не нужно. Ну, я вот пытаюсь находиться на архаическом неком уровне. И говорю, что если для одного человека стол и стул требуют разного количества труда. И поэтому имеет смысл меняться. Вот. В этом, как бы, условие любого обмена. То есть, торговец – это некий шивомонетчик. То есть, это не человек, который взял доллар, прорисовал к нему два нуля и пытается с ними пойти в магазин. Нет. Он продает эту штуку, потому что для одного человека, для одного или другого человека один и тот же предмет стоит разное количество труда. Это то, в чем ты меня пытаешься типа подловить с самого начала. Это вот такова ситуация. А если один человек не умеет, то стулья делать никак. И для него это никак не измерить его трудом. А другой никак не может делать столы. И что? Как они будут соизмеряться? Он может научиться. Ну, как научиться? Ну, допустим, он не умеет. Как он будет измерять? Ну, вот этот конструкт носит откровенно мистический характер. Ну, вот началось теперь же мистический. Костейка в мистический характер. Тем не менее, он вот так. Нет. Понятное дело, что разделение труда потому и появилось, на самом деле, что один человек более умелый делать одну вещь, допустим, стулья, а другой более умелый делать другую, все три столы. Да. В этом смысл разделения труда. Я хочу сказать, что это вот подобного рода положение дел, что когда у вас субъекты один и два, они различены, и для них один и тот же оператор А имеет в этих значениях два принципиально разных значения, это является большой прогрессом. Ведь почему у Людовика там какого-то попытка внести во Франции вместо натурального налога зерно денежное налог? Почему оно провалилось? А потому что еще даже во Франции 18 века зерно не являлось продуктом товарного обмена. Она обладала, безусловно, высокой ценностью. А почему? Потому что у вас система была многократно выражена. Это означает, что у вас все большое количество субъектов. Один… А, мы берем вот это самое зерно, да? Берем вот это один, три, четыре, пять. Для них, для всех зерно в их рабочем времени везде стоило одно и то же самое лично. Вы представляете, там 10 миллионов человек, из них серо, значит а. Поэтому меняться зерном, как неким вот этим, не имело смысла. Они никогда и не менялись. Поэтому любое феодальное, то есть классическое общество, у него набор продуктов, которые они реально меняются, был чрезвычайно мало. Игорь, я тебя, более того, поражу сейчас даже. Даже если сейчас, одни люди производят помидоры, и другие, и третьи, и четвертые, они тоже не меняются. Да, не меняются. Потому что дело не в том, что люди какие-то архаичные были, а просто потому что одним и тем же товаром не меняются. Понимаешь, меняются разные товары. В этом смысл обмена. Зачем тебе нужно помидоры на помидоры менять? В чем будет смысл этого обмена? Точно так же. Когда у тебя вычисляешь B, то оно для всех будет то же самое. Ну потому что один товар для одного товара. Нет, когда они вычисляли и B, и C, и D, и G, и всякие остальные, для них все это примерно давало одно и то же числовое увеличение. Что, кстати, противоречит предыдущему твоему рассуждению? Потому что ты говоришь, что умелость людей разная, и получается, что это должно быть разное увеличение. Это рынок их приравнивает, потому что он берет усредненный труд. А у тебя получается, что он уже в своем корне одинаков. Как это так? Люди по-разному трудятся, и труд у них разный. Значит, и себестоимость у них разная. А у тебя все A одинаковые. Почему? Это же мистика. Они на самом деле немножко отличаются между собой. Но у тебя транзакционные стяжки, связанные с обменом, они эту разную дельту не покрывают. Ты им просто не выгоден. Во-первых, на разные земля, на пшенице. В разных местностях Франции, допустим, и так далее. Поэтому, в принципе, даже чисто биологически, без относительного труда, себестоимость будет разная. Да, но не сильно. Ну как не сильно? У тебя не сильно она будет отличаться. То есть у тебя транзакционные издержки… Это утверждение сильное, что она будет не сильно отличаться. Оно у тебя транзакционные издержки, оно не покрывает. Не, ну зачем менять товар на магичный товар? Я что-то не понимаю? Нет, не обязательно. Я просто рассказываю, что… У тебя… У тебя… У тебя… Ситуация… У тебя… Для него, вот, например… Для одного и того же человека, если он возьмет два продукта А и Б. Вот он возьмет два продукта А и Б. Давай они разные продукты. Да. Ну, А и Б. То есть для того А и Б будет стоить А и Б, да, величину. И для этого будет стоить А и Б. Поэтому тебе не имеет смысл менять здесь А на Б и Б на А. А так имело смысл менять. Что-то непонятно. Ничего не понятно. То есть, как бы, какой бы товар бы ни взяли, на самом деле, средний труд для производства этого товара везде одинаков. Для примитивной экономики, да, конечно. Но… Поэтому вне товарного обмена таковое отсутствует. Все занимаются… Нет. Товарный обмен не в этом состоит. Товарный… Ведь, на самом деле, я говорю, что выгодно было специализироваться, одним производить пшеницу, а другому производить помидоры. А потом обмениваться. Да, да, да. А вот у них вот этого и так не происходило. Они все были примерно… А в чем различие в товарном производстве? Когда товары производят, как бы, в этом же… Одному лучше производить стулья, а второму… Но это же изначально так было. Ну… А почему здесь это не проявляется? Потому что приблизительно тебя… Все производят стулья, все производят столы, все производят помидор, все производят пшеницу. И стоимость у всех примерно одна и та же. Если кто-то лучше производит стулья, значит у него себестоимость. Как вдруг люди обнаружили, что у одного себестоимость стула дешевле, чем у другого? Что он просто искуснее, быстрее, мастеровитее? Нет, он искуснее и быстрее, просто здоровее. Он и так живет лучше в этой ситуации. То есть он во всех видах товара... Не обязательно, не обязательно. Он вырастет больше пшеницы. Да, он вырастет больше пшеницы. Но важно понимать, что с самого начала он имеет некую... Нет, я просто хочу поняуть, в чем основание разделения труда? У тебя получается, что основания разделения труда не было и нет? Потому что каждый... А..." CIUzę..." Есть, 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 есть га man Это в натуральном хозяйстве. А, когда у тебя появилось эффективное разделение труда... Ну а как оно появилось-то? Из натурального хозяйства и никак у тебя не показывали что оно должно появоться? Появлять? Но оно появлялось... Ты на самом деле, было понятие промыслов. Они все время не занимались, скажем, сельским хозяйством, а иногда занимались чем-то еще... Какими-то поделками. То есть, в сельском хозяйстве разделения труда не может быть? Может быть оно, может, но у тебя в любом феодальном свойстве, у тебя основными продуктами, тем что ты занимаешься, ты не менялся, все делали пшеницу, выращивали, все выращивали рожь, все выращивали помидоры, когда они появились, и все ткани себе рубашку, ткань ткани, из нее делали рубашку, все это делали сами, но каким-то небольшим объемом продуктов они обменивались, поэтому у тебя рыночные элементы в любом присутствуют в большей или меньшей степени. Но когда у тебя так получилось, что ты специфируешься на какой-то одной деятельности, только на помидоры, только на пшенице, у меня в чем-то еще, то ты начинаешь меняться. Ну почему ты меняешься? У тебя обмен получается взаимовыгодный, потому что с твоей точки зрения для тебя стол стоит два турбуретка, а для другого человека наоборот. А ты знаешь, что торговля более, скорее всего, более древнее занятие, чем производство пшеницы? Потому что до того, как еще не было пшеницы, никакой, никак это, и может быть даже животных не приучили, уже торговали. Ну торговали, торговали, ну... Поэтому, как бы, очень странно у тебя, что ты выводишь из натурального хозяйства, выводишь торговлю. То есть это обмен. Обмен был всегда и всегда будет. Просто в силу того, что люди, как бы, присутствуют рядом, как бы, да, и просто обмениваются. То есть общаются. Обмен, он первичнее любого производства. Производство, как бы, и вообще, и в том числе и натуральное, это просто нечто, как бы, само по себе существующее. Никак из натурального хозяйства не вырастает обмен. Обмен отдельно, натуральное хозяйство отдельно. Просто почему-то было выгоднее заниматься натуральным хозяйством в определенный период, а в другой период стало выгоднее, там, заниматься товарным производством, там, и обменом. Как ты хочешь из натурального обмена вывести здесь это? В этом есть определенное... Из натурального хозяйства вывести обмен. То, что ты говоришь, есть определенного рода тоже стернежная правда. Действительно, в примитивных культурах описывается ситуация, когда обмен не имел отношения никакой к производству, а имел отношения только к социальному взаимоотношению. Люди менялись, грубо говоря, для того, чтобы определенного рода пообщаться, а не для того, чтобы заработать. Правильно. Поэтому обмен и производства, и вообще говоря, экономика, они в определенный момент соединились. А не так, что обмен вдруг вырос из натурального хозяйства? Не так. Обмен всегда был, натурального хозяйства один из способов был тоже. И вдруг что-то тут объединилось, и стало выгодно именно объединить экономику, хозяйство и ерунда. Это тоже. У нас исторический процесс не интересует. Нам важно, что люди начинают меняться только по той простой причине, что видят в него выгоду. Ведь, в самом деле, экономика, привлекательную культуру, основанная на Патлаче и на Коле, она, по крайней мере, если она некую требует выгоду, то какую-то совсем другую, чем материальную, чем при своем время другом. Ну, смотрите, вот в натуральном хозяйстве каждый для себя все производит. Да. И кто, как бы, пошустрее, как глава говорит, тот просто лучше живет. Да. А у кого интенсивность померяешь, тот похуже. Да. Это вот такая... А в случае разделения труда, что происходит? В случае разделения труда, получается, ну, допустим, академик, да, он там много учился, много потратил время, его труд как бы должен стоить дороже. Но он же не сам по себе жирный академик. Ему нужен литаз, ему нужна руководка, ему нужна квартира. Потому что ты это сделал? Если он, как натуральный хозяйский, пытается сделать это все сам себе, он никогда этого не сделает. Ну, это да, это продвинутая вещь. Но вот когда люди начинают меняться, то они меняются потому, что один лучше делает быстрее столов. Ну, если просто приспособлено в том месте, где дерево для столов... Ну, у него, скажем, есть станок, в конце концов. Что-либо еще. Им поэтому становится выгодно меняться. Влад Пара в том, что он задевает важную его тему, которая не имеет отношения к сегодняшнему моему попытке рассуждений, что действительно этнографические данные говорят о том, что торговля в совсем другой форме, чем мы привыкли. Для нас торговля – это извлечение выгоды. Для нас. И нам кажется, что в этом и состоит смысл всякой деятельности. А торговля не является изначально вещью извлечения выгоды. Они изменялись совсем зачем-то по-другому. Потом на островах Крымского бассейна ситуация описана, что там один приносил одному дар, тот получал от него другой дар. Вот этот самый дар не был к третьему пленю. У них была сложная цепочка. Каждый мог только следующим. Он не мог перескочить. Сам рассказывал про то, как кто-то там хотел купить что-то, но купить нельзя было. Надо было, чтобы мы подарили там. Да, да, да. И когда ему подарили, тот отблагодарил, естественно. Получилось, что вроде как и обменял, но это нечто иное, чем этот обмен. Как мы его понимаем сейчас. Ну, давайте тогда не полезно сюда поговорим подобные вещи. Я просто ничего этого не понимаю, потому что есть же марсистское представление о торговле, что люди торгуют и производят для получения выгоды. А есть и другое. А практика свидетельствует о другом, что в примитивных культурах торговля присутствует, действительно была в этом прав. Раньше производство. В коем случае. И ее смысл какой-то другой. Как они соединились с производством и получением выгоды, это непонятно. То есть вот эта торговля для получения выгоды, судя по всему, это очень недавнее изобретение. Да. Это, своего рода, технология новая. Принципиально. Но раньше она тоже существовала, но существовала как-то иначе. Мы вот с этим возились и не очень понятно почему. Ты только хочешь сказать, что стоимость относительно? Да. Я хочу сказать да. Я хочу сказать, что стоимость не является некой монетной величиной, присущей предмету. То есть в каждом обмене она до друга разная. Да. Своя. Да. В случае Максу получается. Это надо сначала вставить в коммунизм, чтобы все было общим, чтобы все люди были равны между собой. Тогда, действительно, люди рождаются, они наследуют все это общее имущество. Да, они все наследуют. И оно всем им принадлежит. И тогда, действительно, их жизнь, как бы, можно прокапитализировать в этом общем имуществе. И тогда каждый потраченный час каждому человеку в этом обществе, он равен любому другому потраченному часу жизни на какой-то произведенный труд другому человеку в этом обществе. Но это никак нельзя спроецировать в наш мир, в реальный мир, да? Не в коммунистический мир. Потому что здесь все по-другому. Это вот в коммунистический мир выработало. А Макс застрял там в другом вопросе. Мы теперь в другой вопрос перешли. Мы говорим о том, что стоимость на самом деле не является, как Игорь предлагает говорить об этом, не является свойством этого товара. А на самом деле она каждый раз... Почему? Ну, стандартные свойства. Скажем, стандартные свойства. Как красные, белые и так далее. Да, и масса. Она относительная, я понял. Она относительная. И каждый раз в каждом обмене она, на самом деле, как бы, вновь проявляет себя по-разному. Как вот спин. Как направление спин. Она каждый раз переубереть по-разному. Я говорю, это и говорю. Да, это вот такая... Когда у тебя система была простой, когда она была многократно вырожденной, но это же тоже одникая. Она была многократно вырожденной, то у тебя обмен как таковой имел смысл. Ну, блат уже нас поправляет и говорит, что он имел смысл обмен торговли. Но она поводилась ради чего-то другого. Не для получения выгоды, а ради чего-то иначе. Ну, скажем, ради поддержания социальных связей. Или, может быть, чего-то таинственного, о чём мы не понимаем на сегодняшний день. Потому что мы в этой парадигме еврейской застряли. Номер 2. Вот. Такая вот рода вещь. А когда у вас многократная вырожденность мира снимается, то вам становится выгодно меняться постоянно. И для вас это чревато чрезвычайным резким ростом благосостояния. В этом смысле торговля становится в таком невыраженном сложном обществе. Она... Так если все друг богатыми становятся, откуда богатство сберётся? Да. Вот это и парадигма, что... Казалось бы, должно было бы так, что одни должны были бы виднеть за счёт других. А вот тут игра с ненавиной суммой, за счёт торговли становятся богаче все. Одни должны ходить богатее за счёт двух. Все занимаются бизносом, а все торгуют. И все становится богатее? Все борются богатее. Все становится богатее. А как тут берутся богатство? А просто игра с ненавиной суммы. А где все торгуюто? Что так говоришь, водитель трамвая торгуется? Торгует, торгует. Он торгует с его рабочим временем. То есть только так. Именно так и происходит. Все на самом деле торгуют своим рабочим временем и выступают по средникам при торг ermый рабочего времени. Торгуют оброч carguet gallaty Это странно. Потому что, обратите внимание, что жители в стране натурального характера своим рабочим временем не торгуют практически. Просто занимаются натуральным хозяйством. То, что он производит, не является товаром, то есть не появляется на рынок. А у нас все, ну, большинство, мы тоже занимаемся товаром. Хозяйство, например, некоторые не ходят в ресторан, а готовят по себе. Не нанимают рубочицу, а моют это сами. В этом момент они тоже занимаются. У тебя, кстати, здесь тоже расхождение с Марсом, потому что Марс считал, что твои способности – это не капитал. Он считал, что труд – это только товар. А на самом деле, ведь ты правильно говоришь, что твои личные способности, как, допустим, для того же водителя троллейбуса, является капиталом. И он этот капитал вкладывает. Он может его, например, капитализировать. Я хочу сказать, что это является восьмом состоянии. За счет образования, тогда, может, его капитал увеличивает. Я даже это не хочу сказать. Я хочу сказать, что это является восьмом состоянии. Чтобы у тебя какая-то штука возникла, то есть тебе это наблюдаемое, и надо понимать в определенном водосостоянии. Мы наблюдаемое, в качестве никакого числового параметра не существует дата и, грубо говоря, измерения. Я имею в виду, что это одиночный процесс. А как же он торгует тогда, не зная, сколько его труд стоит? Да, он торгует, не зная, сколько его труд стоит. А как? Вот. Или все-таки есть некая средняя стоимость на рынке труда водителя троллейбуса, и он соглашается с тем, что это таковано? Это да, это да. Он не может продать, как бы он хотел. Да, но стоимость этого труда, водителя троллейбуса, она не является, грубо говоря, имманентной характеристикой его труда, а есть та, которая сложилась на рынке. Получается, значит, относительности в ДТ нет, значит, все-таки получается, что постепенно вот эти многообразные обмены устанавливают некий статус-кво, где понятно, сколько стоит каждый труд каждого вида специальности. Там водитель троллейбуса, трамвая, там, следствие и так далее. А откуда следует, что вот так происходит? Это только в некой такой слабой тоже вырожденной искусственной ситуации. Так этого не происходит нисколько. Не, ну это же цена, конечно, труда может быть разных, а стоимость, она вот как-то определяется. Вот из подобного рода положения дела оказывается, что у тебя даже для одного и того же человека в разные периоды эта величина имеет разное значение. Раз. Во-вторых, она не является вероятностной величиной, что тоже как бы странно оказывается принципиально. Она же не вероятностная величина, она хуже. Она, оказывается, имеет строгое значение в тех состояниях, которых я называю собственными. Что это значит? Ну на рынке-то на самом деле человек же знает, за сколько свой труд продает, а у тебя получается, что он не знает. Не знает, да. Ну как он не знает, если он знает? У него есть зарплата, так сказать, и когда он нанимается куда-нибудь. Он уже знает, за сколько он нанимается, а у тебя получается, что он... Нет, он знает, за сколько он нанимается, но не знает, сколько стоит его труд. Такое есть, да. То есть ты хочешь сказать, что цена ему известна, а стоимость нет? Да. Точнее, стоимость ему примерно известна, иначе бы он не нанимался бы туда. Не, подожди-ка, что такое цена? Он занимается на работу тогда, когда понимают, что его стоимость ниже рыночной цены. Тогда он нанимается на работу. Если это не так, он не нанимается на работу. Точно так же, как меняет стол и стулья здесь, точно та же самая логика. Просто товар в виде человека, в виде рабочей силы, это как бы особый товар. Давайте возьмем какие-то товары, которые сами по себе не генерируют стоимость, а вот там, стол, стул, там вот. Да, вот определение, есть цена стола-стула на рынке, а стоимость у него, как бы, а эта цена, ведь она постоянно видит, она может даже в прайсе быть закреплена, да, там. То есть она не как константа. Да, это серийная вещь. Да, ты полагаешь, что у тебя есть, например, но стоимость ее неизвестна, типа, да? Да, у меня есть рыночная цена, которая называется как-то, ну, это, называешь ее альфа. Ну, вот я вот новую схему такую придумал, вот альфа есть. И ты приходишь, человек, вот у нее стул, он взял его, типа, померил, и у нее получилась величина А, вот так. И он тогда идет на рынок и меняется, в том случае, если альфа... Ну, ты опять к натуральному хозяйству, ничего на рынок не идет, вот бенша. Вот мы живем уже в высокоразвитом обществе. Вот, чей оборот, он идет вот так. Давай перенесем просто твое рассуждение, в высокоразвитое общество. Он не меняет стулья на столу, у него есть деньги, да, вот. Время, да, время у меня. Вот он идет, у него есть прайс-лист, он бы прайс-листу покупает. Да, ну, вот только в том случае, если это вот так. Вот тогда он меняется, а это практически всегда так. А что такое альфа? Альфа – это средняя революционная цена на рынке. Ну. То есть средняя. Ты берешь, усредняешь вот эти величины по всему ансамблю. Нет, вот смотри, вот когда ты говоришь про относительность стоимости, и когда ты берешь какие-то акты обмена, отдельные акты, да, обмена натуральных, ну, как бы, ну, производители этих товаров, допустим, меняются стулья на столы, там, наверное, можно говорить действительно о том, что стоимость является относительной, потому что, ну, непонятно, от чего она зависит. А когда уже есть высокоразвитая цивилизация, как бы, все уже, как бы, все стоимости более-менее устаканились, как бы, да, вот это произошло усреднение, скажем так, да? Опыт показывает, что чем высокоразвитая цивилизация, тем меньше он устаканивается стоимость. Ну, как, ну, мы же, я вот приходим, хотим купить столы, мы можем обратиться к рынку, и там все уже, все цены известны нам. Да, и на самом деле убеждаемся в высокоразвитой цивилизации, что цены нам неизвестны. Как, неизвестны, если они в простых стаках написаны? И они будут, уста, фирмы будут, уста, различными способами написаны. Потому что там разные материалы, разные производители, и так далее. Да, и тем не менее, ты понимаешь, что у тебя, тем более, высокоразвитая стадия, тем у тебя неизвестнее его стоимость, особенно это касается производства одежды. А, подожди, пока про цену, цена известна на него? Нет, неизвестна. Ну, как неизвестна, если вы просите стаках? Ну, хорошо, она известна, но известна у тебя цена какая-то. Ну, цена известна, и более-менее, ты можешь сказать, что, например, такого-то рода более-менее товар, который называется столом, стоит от такой-то цены до такой-то цены, правильно? И разница в силу того, что разные материалы, как бы разные производители, разное качество и прочее-прочее, правильно? Ведь так, об этом же речь идет. Но если есть цена, и она установлена для всех, значит, можно подразумевать, что за этой ценой где-то там скрывается в сердцевине стоимость, которая определяется в экономике как себестоимость производства этого товара. Да, на самом деле, как в большом количестве случаев, как со стоимостью нефти, как стоимость этой художной композиции вот этого художника, по которому я себе... Нет, давай про уникальные товары не будем, там действительно специалисты... А с нефтью что? С нефтью не уникальный товар. Ну вот она не уникальный. Нет, это ничего монопольный товар. Теперь она не является ее стоимостью. И так везде. Нефтью это монопольный товар. И с трудом, БДР там правильно замечает, что если раньше кто-то обозначал что-то, то теперь труд не обозначает ничем. Немехтную стоимость, то есть имеет бесконечную стоимость. Ты каждый раз это как бы путаешь, почему-то стоимость и цена. Цена это то, что определяется на рынке. То, что может продавец как бы получить, это... Очень, очень забавная вот эта ситуация. Ну, ты понимаешь, да, что... Просто я еще хотел сказать, что если есть определенная цена на товар, это означает, что внутри где-то лежит и определенная стоимость. Да. Потому что если цена определенная. А здесь получается, что у тебя есть А, потом здесь А на втором. Вот так. То есть нефть стоит им это много разницы. Здесь было А, Ди, здесь стало 2 стоит, здесь стоит А, 3. Вот это твоя реальная штука. И все, что ты делаешь, берешь вот эту штуку и усредняешь. И получаешь величину А. Вот эта Альфа, а вот эта Альфа, она не имеет отношения к себестоимости. Почему? Ну вот не имеет и все. Почему она имеет? Ну, смотри, еще раз говорю, что... С точки зрения Макса понятно, почему она имеет отношения к себестоимости. Выяснить можно почему. Потому что если она выше, выше себестоимости, то приходят капиталисты и начинают делать много-много-много, и цена его падает. Еще раз, рынок на самом деле тоже разный бывает. А бывает рынок, где товаров вдруг нету. Например, наступили, вы как помните, там было жаркое лето, и вдруг кондиционеры как бы исчезли из продажи. Да, и цена на них резко взлетела. То есть цена на самом деле, она не только определяется ложным трудом, она определяется многими факторами внешних. Например, наличие товара на складах этих магазинов, это как бы... Сбросы, предложения и прочее. Поэтому цены, конечно, вот ты-то написал, цены разные. Они могут прыгать. Но они все равно определенные. Понимаешь, они конкретные определенные цифры, которые на рынке есть в виде прайса, где они заявляют заявку. Понимаешь, что ты когда берешь для одного, для второго, для третьего, для четвертого, для пятого, то вот эта личина, вот эта личина, в общем случае, всегда, она у тебя, хоть она иногда имеет и числовое значение, но она не является чем-то стабильным. Она в прайс-листе является стабильной для всех покупателей, которые в этом магазине, в данном конкретно, по прайс-листе купят что-нибудь. Да, они купят, да. Значит, нет у себя стоимости, как ты говоришь, которая зависит от каждого, в каждом акте она разная. Она не разная в каждом акте? Ну... А у тебя было, что в каждом акте она разная? Да, да, да. А сейчас она не разная? Да, в магазине указана цена альфа, а один, а два и отверг, а приходят и говорят, ой, да это же, наверное, цена на суставе. Нет, допустим, мы берем товар А, там он же не покупает. Подожди, вот так. В каждом акте ведь стоимость не... То есть цена, зафиксированная в прайсе, остается этой ценой. В каждом акте это покупки-продажи. А у тебя она должна была бы меняться, потому что у тебя стоимость... Она не меняется. То есть у тебя в современной экономике ты предлагаешь в прайсе некую цену альфа, а народ покупает, потому что его А1, А2, А3 для каждого из конкретных человек, она ниже этой самой альфы. Она ниже. Человек приходит в магазин... А как он это знает-то? Откуда он... Ты недавно говорил, что стоимость определяется в процессе обмена. А теперь, получается, он знает заранее всякого обмена. А откуда он это знает заранее? Ну, он знает мистичного. То есть получается, что... Да, вот мистичного. То есть получается, что в твоей пантромеханической метафоре у спины есть направление до всякого... Нет, 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 нет. Ну, у тебя так сейчас получается, что он заранее уже знает, что ниже будет. Значит, он знает... Нет, потом как раз взял в моем случае и узнал, сколько стоит этот стул. Как он узнал, если у тебя, говоришь, заранее метафор узнает? Не знаю. Вот. Так вот это самое состояние 1, состояние 1, это получается... Вот сегодняшний мой единственный вклад в то, что я рассказывал дальше. Она оказывается до... Что этот продукт измерения оказывается не магазинным способом. Не тем, что он приходит на рынок и что-то там предлагает. А вот именно так. Мне просто кажется, что вот эта вот относительная стоимость, она возникает только в начале. Когда вот обмен возникает, когда он еще не вошел как бы в некий обиход, не стал общепринятой системой как бы функционирования, да, и жизнедеятельности, вот тогда, конечно, стоимость прыгала, да, действительно. Она зависела от того, какие конкретно люди вступают в обмен. А когда все это, в принципе, устаканилось, общество, так сказать, воспринимает это как нормальную жизнедеятельность, мне кажется, стоимость, в принципе, устаканивается и примерно становится как бы равной труду в него вложенном. Среднего труда. Среднего труда в него вложенном. Нет, я думаю. То есть, мне кажется, что все-таки есть разница между тем, когда обмен устанавливается, и действительно там... Я думаю, я думаю... Она зависит от конкретных людей, которые вступают в обмен. Макс полагал, что потом его обмене... А от вот высокоразвитого обмена, в котором это все, в принципе, уже стерто. ...является некой монетной характеристикой. Его логика... Почему в некоторых случаях, как в массовской теории стоимости, она работала? А потому что, действительно, Макс прав. У тебя, если есть какой-то продукт на рынке, он стоит дорого, и предприниматели понимают, что он стоит дорого, а он может его производить значительно меньшее деньги, то он быстренько делает это производство, производит этот самый товар и насыщает рынок. Цена тогда должна упасть. Да? Так он поступает. Но, повторяем, здесь, опять же, есть молчливое предположение Макса, что есть некоторая стоимость вещи, то есть стоимость его производства. То есть, на рынке почему-то цена выше себестоимости оказалась, а себестоимость ниже. Тогда приходит предприниматель и налаживает производство двигателей. Так? Ну, не встал. И в высокоразвитых рынках, это там, где очень много всяких предпринимателей довели стоимостью теклов, да и себестоимости. Почему? Ну, такой высокоразвитых, ну, с твоей точки зрения. А, ну, да, да, да. Средний, средний. Да. То есть, понятное дело, что есть внешний фактор, преподавающий какие-то неразвитые. То есть, все не было в некой ситуации тепловой смерти такой. Не тепловой смерти, потому что цена-то может быть разная. Ну, все равно, а вся цена близка к себестоимости. Да. Нет, цена не близка к себестоимости. А почему? Почему их универвали к себестоимости? Ну, а какой смысл было бы тогда производить товар, если бы цен за… Ну, они эти едва-два сейчас и производят. Не-не-не, просто есть некоторые уроды там, конечно… Есть некоторые небольшая маржа низко процентов, вот они на этом. Прибавка-то какая-то есть обязательно? Да, небольшая маржа сидит низко процент. Нет, даже в производстве есть прибавочная стоимость. Ну, в производстве. Любое производство, ради увеличения своего капитала работает. Плюс средняя прибавочная стоимость. Сложная экономика устроена по-другому. По-другому не очень понятно. Как стоимость является относительно одноактовых обменов на уровне натурального хозяйства, когда обмениваются стулья на стол, там понятно, там никаких вопросов нет. А как это все переносишь на высокоразвитые обмены, это не очень понятно. Потому что, казалось бы, все одноактовые обмены должны быть опосредованы деньгами и многообразными случаями этих обменов. И как-то усредниться, устаканиться. И мне казалось, что эта относительная стоимость исчезнет и, в принципе, стоимость приобретет нету конкретной величины. Моя версия состоит в том, что у нас есть некое макроскопическое состояние M, большое и сложное, которое МИР с собой делали. И в нем прикол состоит в том, что А, вычисленное вот в этом M, вот это самое, по M, да? А M это что, Бог, что ли? Да, МИР. Некая макроскопическая система. А 1, 2, это что такое? Это отдельный субъект, ты и я. А, конечно, что это, у тебя субъект на МИР-то выступает? Нет, МИР, вот у тебя. Такое состояние другое. Сложно. Это частичное состояние, а это сложное. Вот, для него. Так вот, ты когда берешь альфа, которая у тебя есть, альфа равна сумма всех этих А и ПИ, да? Разделить на N, да? И у тебя, оказывается, как ее назвать? Ну, скажем, здесь будет омега значение, да, число. У тебя омега, она как бы гипотеза, она не равна вот этой самой альфе. О. Понятно? То есть, это омега, это объективная, что ли, стоимость? Да, объективная. Так она существует? Не объективная, но вот на этом, наверное, на этом вещь. Объективная говорит неправильно. Не, ну у тебя, получается, как бы там субъекты субъективные, один-два разные субъекта. Получается, как бы, объективная. Да, ну, можно сказать так. Поэтому нам, может быть, омега это просто... Маркс как раз и пытался, как материалист, об этой объективной стоимости и говорить. Более того, вот там, действительно, субъективные эти обмены могут как бы быть... Ну, их объективность может быть нарушена какими-то субъективными пристрастиями. А вот здесь вот, когда ты рисуешь им, вот об этом Маркс и говорит, что, в принципе, исключая все субъективные пристрастия, обман, там, хитрости и прочие всякие манипуляции, существует некого рода объективный обмен, в котором выступает... Это с одной стороны. С другой стороны, у тебя бывают вот такие состояния, когда вот этот оператор А... Я думал, что это, на самом деле, производство, да? Равно, равняется А, не А1, а 2. Вот так. Ну, вот я тоже так думал, что это просто собственное состояние этого оператора. Может быть, тоже здорово. И когда ты занимаешься производством, то это вот так. И ты переходишь в некое собственное состояние сам. В нем он является собственным состоянием, а когда ты делаешь столы, делаешь столы, делаешь столы, делаешь столы, делаешь столы... То есть интуиция. А когда ты делаешь столы, то у тебя для оператора стоимости стулья... Ты знаешь, что у тебя для каждого товара отдельный оператор? А товаров-то, на самом деле, это миллиарды? Да, да, да. Вот так, да. И как это тогда? Для каждого. У тебя бывает, что для товара Б, собственным значением, является тот же самый оператор. Хотя речь должна идти по идее о группе товаров. Есть просто столярная группа товаров, да? Просто никак не идти от квантовой механики, да, для квантовой механики. В ней действительно есть такое свойство, когда у тебя коммутация В и А будет равно нулю. Тогда это вот то, что ты называешь столярной группой товаров. А для большинства это не так. Ты занимаешься столярными изделиями, у тебя В равно А. То есть столы и стулья, они у тебя... Почему так? Потому что один и тот же труд, как бы... Да. Более-менее одинаковый труд для производства стульев и столов. Да, а если ты делаешь детские игрушки, то у тебя... Да, это уже другой труд. С и Д. В них тоже будет С, С, С и Д. Мы же не будем говорить, что вот есть игрушка, допустим, там ур-1, а есть игрушка там какая-то лягушка. Да, да, да. В него будет тоже С, С, Д равно нулю. Но при этом В и С их, они будут от мутатора, это коммутатор. Отлично от нуля. Вот я вот такой, это аналогия только. Ну, просто чтобы было более-менее понятно. Что такое коммутатор? Это когда БА минус АБ. А как ты определяешь, что такое БА? Как БА отличается от АБ в понятии производства? То есть сначала ты одно производишь, а потом второе, что ли? Или наоборот? Не знаю. Я тоже не знаю. Это вот такая стоимость у тебя. Ну это условно. Я не знаю, как это описать. Ну почему ты думаешь, что весь аппарат квантовой механики можно легко вот так перейти? Потому что он не аппарат квантовой механики, он аппарат общей теории измерения. И мы этот аппарат общей теории измерения всю долгу должны отправлять. То есть если как бы объект этого измерения подобное, то значит на него применим аппарат измерения? Да. То есть ты считаешь, что некое подобие устанавливаешь между спином и стоимостью? Нет. Если мы говорим, что есть у нас некое наблюдаемое, то мы их можем наблюдать. Что значит наблюдать? Значит наблюдать его в общем неком состоянии. Значит в качестве наблюдаемого может быть выступать либо стоимость в теории об этом. Вот прям масса наблюдаемая, как для массы все эти формулы выглядят? Для массы... А как оператор, какой он? Он не оператор. А какой? А вот вообще, квантовой механики масса... Нет, просто оператор числом является для массы, да? К сожалению нет, не является оператором. Ну а почему? Почему тогда стоимость не как масса, для которой оператор? Вот это я все время пытался... А как для спина, для которого нужен оператор? Да. Вот я об этом и говорю, что стоимость ведет себя как спин, а не как масса. Ну да, а как это различить? Вот смотрите, в квантовой механике у него есть просто числовая величина, например, масса. Или время. А может быть здесь сделать дискретность? Подожди, либо... Масса непрерывна, а спин дискретен. Ну не всегда. У тебя координата оператор. Координата у тебя в квантовой механике оператор. Ну да. Оператор. А он иногда бывает непрерывным. Иногда дискретен правда. Вот в этом пафос. Как мы будем определять критерии, по которым мы можем вот эту квантомеханическую систему измерений применять к свойствам мира? Как мы будем определять, когда можно, а когда нельзя? Не знаю. Как обосновать стоимость на самом деле? Не знаю, не знаю. Ведет себя? Подобно тому, как ведет себя спин. Вот я пытаюсь все утверждать, что стоимость ведет себя таким странным образом. Пытаюсь утверждать, да. И кажется достаточно, естественно. Не как просто числовые параметры. Потому что квантомеханике тоже есть есть числовые параметры. Масса, например. Время, например. Вот и время является числовыми параметром. А импульс, например, является оператором или координатом. Что странно. Число частиц является оператором, а масса является просто числовым параметром. А как вы физики объясняли, почему одни величины оператора, а другие просто числа? Никак не объясняли. Я дал кистики. Хотя точно также масса как бы Weinvo Florida. время пробегает множество значений. Притом есть вещи, где, скажем, в теории относительности у тебя время и координаты это одно и то же, то есть и то и то координаты. В смысле они связаны в не единстве. Они и координаты. В квартиромеханике время отличается от координат принципиально, потому что оператор, например, по производной по времени, это просто производная по времени. Она не оператор. Я пытался прийти к такой забавной вещи и помимо привычки атаковать первую главу капитала Макса, вот с таких странных позиций, пытался прийти к следующему выводу. Я пытался атаковать и понятие производительного труда Макса. Надо как-то с ним работать, потому что вещь получается очень мистическая. Почему охранник, когда сидит дома перед телевизором? Не работает. И когда то же самое хранит в магазине, который она хранит, он работает. То и то же производительный труд. Какова эта природа этой самой обстанции? Полезно. Мы же говорили о стоимости потребительской. Когда он сидит около телевизора, он никакую же потребительскую стоимость не производит. А он пользу приносит там. И тот, кому он приносит пользу, он платит и нам. За его производительность не пользуется. И как произвести между ними разницу между производительным трудом и не трудом? И полезным трудом. То есть он просто живет и тем самым, что он живет, ему вроде как бы он дает. Заклату нужно платить, мне казалось бы. По твоим понятиям. Да, по моим понятиям. Очень хорошая мысль. Сидишь перед телевизором, ты же потребляешься планы. Знаешь, на самом деле, в богословии же есть такая вещь, что жизнь это дар. И этот дар, почему он дар? Потому что ты живешь, а это же деньги. И ты как бы тратишь эту жизнь, и она просто уходит из-под рук, из-под пальцев. Да. Потому что время, что ты занимаешься этим развиванием, что ты сидишь перед телевизором, это одно и то же. Как бы. Поэтому, когда мы стоим перед телевизором, мы мало того же должны платить зарплату, но еще и доплачиваем до разобрядности. Согласитесь, молоко давать. Молоко давать, что-либо еще. Вот. Это с этой ситуацией. Как вот с этой абстракцией, такой выдающейся марсовской абстракцией, как производительный труд работает, тоже не очень понятно. Но для чего я привлекал эти все представления об операторах и обо всех вещах? Ну, для чего? Для того, ну, например, чтобы постараться понять, как мы делаем заключение о том, что вот этот стол стоит, например, 10 тысяч рублей, да, и как мы делаем заключение, сколько стоит этот стол тогда, когда мы его производим. вот. Я пытался привлечь, что не совсем получилось, представление о собственных значениях наблюдаемых. Вот когда мы, получается, просто принимаем решение, что этот стол стоит тысячу рублей, мы не рассматриваем собственные значения наблюдаемых. То есть мы затраты не высчитаем, да? А когда мы занимаемся его производством, тогда все эти затраты и считаем. Вот странный вывод, да, что когда мы производством не занимаемся, мы затраты не считаем, а когда занимаемся производством, считаем. Хороший вывод. Нет, он, ладно. Нет, я правильно говорила. Когда ты делаешь стол для другого, твои затраты переходят на этому другому. А когда ты делаешь для себя или просто так, там непонятно зачем, как ты их затраты не считаешь, зачем ты считать затраты? Потому что тебе же обменит. Когда я занимаюсь товарным производством, давай сразу скажу, ты прав сказал, что надо сказать слово. Когда я занимаюсь товарным производством, я, получается, не только произвожу эти столы, но я произвожу себя в качестве некоторого, собственно, назначения некоторого оператора. Так или? Так. То есть, не только я создаю стол, но и стол создаёт меня. Как это не грустно признать. Мне непонятно, кто из нас был один, просто. Ну, дожди, а в панто-механике же никто же не создаёт макро-прибор. Он как бы есть всегда и имеет определённое состояние всегда. Ну, я тебе уже с самого начала сказал, что капельгандинская интерпретация метла. Ты меня прикрепил этого слова. Нет, хорошо. А если не капельгандинская интерпретация, как происходит измерение? Разве не приведение в состояние прибора? Ну, в том числе и распадывание по состоянию прибора. Ну, и тогда всё, всё проблема. Состояние прибора всегда одни и те же. То есть, при приведении к этим состояниям прибора есть измерение. А в чём проблема? Да, это точно. Получается, как же ты, когда при производстве стола, ты приводишь стул к своему состоянию? А почему твоё состояние постоянно? Ты, как мог, как говорил, прибор? Ну, допустим, ты некого рода умелец. Как ты изменяешься в процессе реализации своего умения? Нет, но точно так же и в квадратной механике. У тебя есть, например, шарик, стоящий на конце иголки, да, и ты в него посылаешь, например, электрон с определенного рода импульса. Либо он сваливает с этой иголки, либо не сваливается с этой иголки. То есть импульс больше неколичный, либо импульс меньше неколичный. Так измеряешь. Ну, то есть всё равно, как будто этот прибор в виде твоего шарика, он имеет определенный порог. Ну, прибор здесь не очень важен, потому что разнофундиментальные условия состоит, что спин у электрона не то, что его прибор как-то изменяет и приводит этот прибор в другое состояние, а в том, что этот спин с определенным направлением не существует как до акта измерения. Вот не существует и всё. То есть стоимость при производстве стола, допустим, она не существует в самом производстве. Но человек выходит на рынок и возникает стоимость. Да, да. Ну, не знаю, на рынок или куда-то выходит. Нет, ещё раз говорю. В натуральном хозяйстве человек выращивает зерно, помидоры и прочее. Они не являются товарами, пока он не выходит на рынок. Ты буквально с ним говоришь. А как вышел на рынок, они становятся товарами. Да, становятся товарами, да. Но это же тривиальная же мысль, что когда ты производишь для себя они не товары, а когда ты выходишь на рынок, они становятся товарами. Тем не менее, мы же всякий раз… Нет, когда ты производишь, когда ты занимаешься товарным производством чего-то, товарным производством, это означает, что ты находишься в неком собственном состоянии вот этого самого оператора. А когда ты просто для себя производишь? Не важно, что для себя. Когда я иду на рынок и покупаю помидоры, а не произвожу столы, то я делаю то, что этот оператор помидоров вычисляю на этом собственном состоянии, которому я являюсь, производя столы. Хорошо, пока нету собственного состояния. Когда ты производишь для себя пшеницу и помидоры, что происходит? Нету никакого товара, потому что нет обмена. Ты просто их потом потребляешь. Не надо ни операторов, ничего здесь не надо. Операторы возникают только тогда, когда это же самое, ты вдруг решил продать. Правильно? Да, хорошо, да. А почему тогда производство у тебя отличается от обмена? Производство точно так же может быть. Когда ты производишь, ты делаешь, может быть, не товар для себя. Вот моя интуиция, я не готов ее обосновывать. Мне очень бы хотелось получить такой результат, очень хотелось бы, да, что когда я занимаюсь производством, ради продажи, то это будет и у нас, вот этот самый оператор стола, стоимость стола характеризуется неким оператором А, то я привожу себя в некие собственные операторы, собственное состояние этого оператора. Слушай, а когда ты производишь для себя, ты взял столов, купил и решил себе сделать, допустим, какой-то там, то, что тогда. Еще такого операторов никаких не нужно, и там все понятно? Не знаю. Ну, ты сам задумывайся, производство для другого и производство для себя никак не должно различаться, потому что и в том, и в другом одни и те же операции все одно и то же, а у тебя различается в одном случае, и в другом нету. Может быть точно так же. Получается, что у тебя операторы могут быть использованы только когда есть обмен конкретно, а в производстве никакого операторов нету. Нет, может быть, я когда их произвожу, точно так же нахожусь в неком собственном состоянии. То есть, когда ты производишь еще натуральное хозяйство, пшеницу и помидоры несчастные наши, то есть ты опять же операторами их меряешь? Да, да, да. А зачем? Я их измерю. Если ты хочешь их потребить, зачем тебе их мерить? Я их измерю. Зачем тебе их измерять, если ты просто хочешь их съесть? Ну и что? Измерять нужно, чтобы обменять на что-то другое? Нет, я их измериенное. Измеряю их измеря palar окна для того, чтобы не идти на рынок. ...об Victree, просто делаешь еду, ее съедаришь. Тебе не важно на самом деле, не нужны никакие операторы, чтобы их изменить. За чем? Просто берешь этого еду, производишь и тоже съедаешь. Или например так же в производстве, производишь столы, это ставишь... То есть получается, как интересно, оператор мне нужен для того, что в данный момент понять, что я должен произвести, помидоры сажать или пшеницу выращивать. То есть выяснить, в чем твоя квалификация лучше. Да. А зачем тебе это выяснять в натуральном хозяйстве? Ну, выращиваешь, то, что вы похожи. Так все подряд выращиваешь и кушаешь. Нет, чтобы больше калорий получить до единицы вложенного времени, например. Нет, ты же сам говоришь, что в натуральном хозяйстве все примерно одинаково производят. Да, да, да. Поэтому в среднем все одинаково производят одинаковые калории. Один год все производят пшеницу, следующий год все помидоры, да? Нет, просто получается, что в натуральном хозяйстве плюс-минус квалификация никак не влияет на большее калорий или нет. А другое дело, что земля на самом деле по-разному дает, и разные климатические условия и прочее. Это вот, да, это влияет существенно. Ну, в шиме с нами в средневековом хозяйстве можно было купить за деньги? Ну, в каком-то смысле, да. Ну, в основе своей нет. Ну, мы же говорили, что в средневековом хозяйстве всегда. В каком-то небольшом количестве, да. Небольшом. Ну, попытка... Ну, есть превалирование одного уплата на другие. Да. Потом переход это... Ну, полагаю. Ну, Людовик когда-то там сказал, что давайте, ребята, если деньги по христианам платить не налоги, не зерно, деньгами, то это вызвало резкое обнищание, и привело к конец концертов в валюции. Потому что не влиялась товаром. Мне все-таки кажется, что на самом деле, вот, операторная тема, она, может быть, можно применить, попытаться все-таки только кормить. Потому что само производство, по-моему, никак, когда операторами не изверить, просто это не нужно. Ну, это вот моя нынешняя гипотеза, что мне хотелось очень простые состояния отличить от собственных состояния оператора. И полагалось, что... И моя гипотеза, она, но это ничего не постановленная гипотеза, что когда я чем-то там занимаюсь, да, то я тем самым и становлюсь. Если я занимаюсь этими производством столов, стульев, то я становлюсь плотником. Прихожу в магазин, где продаются игрушки, сладостей, пшеница и арбузы, в качестве уже плотника. То есть, а если ты кушаешь, ты кем становишься, обжором? Не становлюсь. А я кушаю, а кушаю, что занимаюсь соней. А если ты любишь, становишься соней? Нет. Потому что, как бы, у тебя какие-то параллоксальные... Я же не занимаюсь товарным производством этого сна своего. Если бы я занимался... Ты даже время тратишь? Трачу, ну, значит, и производством, в твоем смысле, занимаешься. Ну, я же не сказал, что производством... Что с понятием производительного труда я полностью расстаюсь. Я же этого не сказал. Я как раз говорю, что для меня оно проблематично. Что очень хотелось бы сидеть перед телевизором и получать за это деньги. Ну, правильно. Получается, что я какое бы время ты ни тратил, везде у тебя происходит... Ну, тем не менее, я с большим уважением по производительному труду отношусь... Нет, происходит измерение. В том смысле, что при переведении... Сижу просто при телевизором, смотрю фильм, то измерение, может быть, и не происходит. Ну, это странно. Я же говорю, что у тебя... Ты как-то очень избирательно похожи. Вот натуральное хозяйство там. Ты производишь для себя, чтобы съесть. А тут ты смотришь телевизор, чтобы насладиться или отдохнуть. Та же логика. Ты некоторое свое желание удовлетворяешь. Я не вижу разницы никакой. Ты работаешь, чтобы получить зерно и съесть его. И ты сидишь около телевизора, чтобы отдохнуть. Это везде ты потребляешь, нечто потребляешь ради удовлетворения какого-то желания, потребностей. Но какой разницы ведь нет. Но при этом можно сказать, что когда я произвожу пшеницу, я производительным трудом занимаюсь. Когда я сижу перед телевизором, я не занимаюсь. Почему? Когда ты сидишь перед телевизором, ты успокаиваешь нервы. Ты производишь эндольфины и прочее. Ну это понятно. Это было бы хорошо, но к сожалению, немножко не так пока что. А когда ты ешь, ты нужно... Нет, разница просто состоит в том, что когда ты производишь пшеницу, ты ее можешь с другим поменять. А когда ты просто сидишь около телевизора, тебе нечем меняться. Потому что ты все, что внутри себя в виде впечатлений и эндольфинов произвел, никому не нужно. А если бы можно было внутри себя все это произвести, и кому-то втюхать, то если бы было такое же производство. Пойти в социальные сети написать, то мой просмотр телевизора превратился в производство. Да, а если его заснять, а потом выставить на ютубе, и народ будет смотреть, а за это копеечку какую-то получать, то это получается точно такое же производство, как и производство пшеницы. Я не вижу здесь разницы. А что, давай настраиваем камеру тут везде и выпустим? Везде на самом деле... И заметим, что везде речь идет об обмене. Если что-то можно на что-то обменять, неважно как оно произведено, то сразу возникает вся история про твои операторы. А если это произведено ради самого себя, то есть эндольфины, там просто удовольствия какие-то внутри, то это просто как натуральное хозяйство. Ты вот блюдешь свое какое-то тело, смотришь телевизор, спишь и прочее, ты все, конечно же, точно так же производишь, но для себя, для собственного потребления. Это натуральное хозяйство, с точки зрения экономики. А вот если бы ты все это делал, допустим, участвуя в этом, как это называется, шоу за стеклом, и получал бы за это бабосы, то это все вроде бы показал, производил для себя, но на самом деле для других. Можешь реальное было бы хозяйство, да? Да, для других производил бы. Понимаешь, другие бы смотрели, и смотрели, как один кушает, спит, там, еще занимается. Так что на самом деле все можно превратить в производство, любое, любую жизнедеятельность. Что сначала они смотрят, как другие смотрят телевизор, потом они меняются местами. Да, нет, задумайся, что получается время, любое время можно продать, любое твое время, оно производительное. Оно производит либо впечатление, алиэндорфины, либо оно производит, как бы, некие внешние эффекты, там, да, там, в виде, там, впечатлений, либо оно производит товары и так далее. То есть ты можешь любое свое время обменять на что угодно, если ты сумеешь как бы приноровиться к системе. Если в системе, допустим, востребовано наблюдение тебя на Ютубе, вот ты сейчас что-то вещаешь и какие-то люди тебя там на Ютубе смотрят, да, то тем самым, как бы, ты что-то производишь, а кто-то то, что-то потребляет. Это то самое анитократия, да, о чем говорилось недавно, что одни будут производить видеоролики, а другие будут потреблять. И не важно, на самом деле, как это устроено, в чем потребление заключается. Не нужен никакой товар, да, или можно вообще так, что все превращается в товар, любое, любое... Ну, все на продаже, да. Любое, как бы, проявление твоего личного времени, да, становится товаром, ты можешь его одним образом, как бы, другим, можешь на себя его использовать, да, видишь. Вот, дом-два. А можешь, да, а можешь, как бы, ради других, да? Да, там все продают. Все нужно продать, в общем, получается. В этом состоит суть капитализма, на самом деле, что все превращается в товар. В товар превращаются в люди, в товар превращается впечатление, впрыск эндорфинов превращается в товар, просмотр видеоролик, все, что хочешь, все превращается в товар. И получается, на самом деле, те, кто борется по идее с капитализмом, которые пытаются что-то отдавать без, нет, на самом деле тоже получается, что значит отдавать, они отдают бесплатно, на самом деле, тем самым привлекают к себе внимание, повышают свои рейтинги и капитализируют свою себестоимость. Получается, даже если ты бесплатно отдаешь, ты это все равно отдаешь как товар, ты вообще не можешь ничего в капиталистической системе произвести, чтобы не сделать его тем самым товаром или потенциальным товаром. Все на продаже. Ну все, непонятно. Но это проблема. Продолжение следует... Почитаем...